Сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги сезона. Сложного сезона, да, но победного. Какие впечатления, во-первых, от сезона? Что скажете по поводу того, как он закончился? Какие вообще ощущения в целом? Радостные или больше отмучились? Слушай, слава богу, он закончился, потому что меня посередине сезона каждый раз посещали мусор. Все, быстрее бы он закончился, быстрее бы он закончился, потому что в таком бешеном ритме работать, когда мы еще работаем с детьми параллельно, тренируем, ну, очень-очень-очень сложно. Много эмоций потрачено. Очень хорошо, что он закончился этот раз. Еще лучше, что он закончился на положительной ноте, то, что мы выиграли. Впереди много геморроя и по футболу, и вне футбола, да, подготовка к команде, там, финансовоставляющая ближе. Стас расскажет. Но, скажу так, изначально, когда мы всех собирали мальчишек, задача была выше верхней половины таблицы, потом очень много народа потеряли, и мы подходили к тому, что, ребят, давайте хотя бы очков 12-15 наберем, чтобы не вылететь. И такие, не то, что настроения были, а трезво оценивали себя. Хороший старт, потом небольшой, ну, небольшой, а такой приличный провал, и никто, наверное, на нас не ставил в середине сезона, когда мы болтались там на седьмом месте. Но нововведения переломили себя, вышли и на второй круг одно поражение, две ничьи, остальные победы, и все, мы на первом. Несколько было игр переломных, потом ближе к делу об этом скажу, несколько в сезоне. К примеру, в первом круге была, чтобы вообще до конца не развалиться, во втором, чтобы собраться и уже претендовать на какие-то высокие места. Но очень много мы с командой прошли, прям даже вот с тягостью, вспоминаю это, с легкостью, с того, что это закончилось, с тягостью, когда вспоминаешь, чего это стоило. Но хорошо, что все так закончилось, мы победители, и у нас теперь есть полгода ходить, радоваться, улыбаться, особенно у мальчишек, которые, ну, у наших футболистов. Отдыхать, восстанавливаться и готовиться к новому сезону, к новым свершениям, это не предел для того. Есть какой-то, скажем так, секрет того, что команда добавила, да, так значительно, ты сказала про седьмое место, вот, это первый вопрос. И второй вопрос, очень долго я крутил его в голове, буквально, наверное, больше для Стаса. Есть ли смысл, например, мы хорошо знаем политику клуба, да, то, что молодые игроки. Есть ли смысл пригласить 5-7 человек, скажем так, среднего возраста, которые будут обеспечивать явку на каждую игру, для того, чтобы мы не мучились именно, вот, в основном составе, чтобы не было провала по качеству игры. Так, а первый вопрос. Что за нововведение, как вот это все удалось преломить? Слушай, много факторов, много факторов, давай рассказывай. Сейчас, да, он просто шит рассказывать, я уже туда не ставлю никуда. На самом деле, было максимально сложный сезон, и тут как бы через каждый матч проходили, каждый матч обговаривали, как бы, наверное, был это конкретно для меня самый сложный год, потому что я, наверное, ни разу столько не думал, сколько в этом году, как бы... Столько проблем не было. Да, не обсуждали. Но, допустим, после какого-то совсем провального матча мы просто с пацанами вместе приехали все на выбить, вместе сели вот вокруг просто на поле, на жопу прям сели вокруг. Много говорили. Да, много говорили, как бы обсуждали моменты, то есть предлагали, то есть мы всем предложили высказаться, сказать свое мнение, что кто предлагает. Что идет не так. Да, да, то есть я предложил свои какие-то идеи, Ваня предложил свои идеи, там, капитан предложил свои идеи, ну, капитан. Каждый из... Лидер, лидер команд. Кто мог сказать, да, предложили. Мы должны были собрать инфу, посмотреть все точки. Да, и мы после этого что ввели в первую очередь? Ну, у нас, что мы, мы переизбрали, во-первых, капитана, раз. Мы... Я впервые, наверное, был у меня такой, что я не то, что прислушивался, я советовался с ребятами по поводу схемы. Мы три года играли в 3-5-2. Она, в принципе, неплохо себя проявила. Ну, неплохо мы, в принципе, по ней играли, но бывает такое, что каждая схема живет с командой какое-то определенное время, и, видимо, это время уже иссякло, и подошли нововведения. Мы поменяли схему, стали больше играть в атаку, убрали третьего центрального, начали 4-3-3 играть. В принципе, ничего особого не поменялось. В середине поля там тройка так и оставалась, только три нападающих, и убрали центрального защитника. На двух центральных защитников, которые играли, стало больше ответственности. В принципе, они достойно справились. И Зайцев, и Николаев, и помогали тогда и Влад Курлупов, по-моему, но он тогда после травм получил, и Ваня Яшугин, и Андрюх Фалин. Очень много мальчишек играли на этой позиции. В принципе, все более-менее достойны. Но вот Зайцева с Николаевым выделю, они большую часть сезона сыграли. По нововведениям еще, слушай, мы добавили разборы. Первый круг мы играли без разборов. Мы понимали, что это очень хлопотно, накладно. У нас были только две тренировки. После первого круга ребята сказали, нам не хватает разборов. Ну и мне их, в принципе, не хватало. Я просто как-то в середину принял золотую. То есть не хотят, вопросов нет, не буду, чтобы не перенасыщать их. Но потом, после того, как команда попросила, у нас, как сказать, командный вечер, можно было сказать. То есть это и теория, и командный вечер. Разборы, я уточню, это теория, да? Теория, да, да. Это командный вечер, так сказать. Он у нас был в понедельник после тренировки. Мы все вместе собирались. Я анализировал игру, рассмотрел. Мы потом вместе разбирали ошибки. И с первого круга, начиная, вернее, начиная со второго круга, мы каждый матч разбирали, который удавалось снимать. Вот. И почему нужны были теории? Потому что новая схема. И просто так, просто так это все не пройдет. То есть от матча к матчу, несмотря игры, не было бы такого эффекта. Поэтому вот эти, наверное, основные принципы. Я не... Основные нововведения. Я не, наверное, так не сетую на выборы капитана. Это внутри командная, да? То есть, но Антоха Зайцев... Димана никуда не убрали. Диман стал вторым. Антоха Зайцев хорошо справлялся с должностью капитана. Но это, наверное, разборы, схема тактики. И очень много с мальчишками, с ребятами разговаривали. Как-то я чуть-чуть, что ли, постарался отпустить их немного. То есть, было много критики в мой адрес, от меня в их адрес. Где-то я чуть-чуть подубавил планку. Где-то чуть больше, знаешь, начал верить чисто на психологической вот этой вот волне. Помогал ребятам. Говорил, к примеру, они сами мне потом говорили уверенности добавляет. Когда там на первой тренировке ты говоришь, мы играем там, к примеру, с теми, с теми. Мы их хлопнем. Мы их выиграем, ребят. Мы сильнее. Мы их обязательно обыграем. Надо только вот то-то, то-то, то-то сделать. Вот, и тут все факторы. Прям нельзя выделить что-то один. Все вместе срослось в один большой плюс, который дал такой мощный паучок нам во втором круге. Хотя круг-то второй начинался, но такой себе. Мы поменяли схему, вышли, сыграли дома с Металлургом 2-2. Это последний был первый круг. Но схема новая. Это последний матч был первого круга. С Металлургом 2-2. Тяжелые со Шором и с Меленками по 1-0. Потом проиграли Вяткина. И вот с матча с Аполли плавно-плавно-плавно пошли вперед. Ну и плюс еще хотелось бы добавить, что все-таки у нас немножечко вернулся, допустим, Камоуз Армии в середине сезона. Андрюха Фалин нам помог с вариацией, да? Кто и будет нам помогать? С различными. Ну, я и говорю конкретно в этом году, да? Саня Лебедев, конечно же, нам очень помог. Да. Ну и там у нас еще был один беглец в середине сезона, которого мы как бы тоже вернули потом. Человек уходил из команды, потом как бы, ну, это внутренние дела, как бы, ну, потом все обговорили, все решили. Как бы у нас вопросов не осталось друг к другу, как у нас в команде. Ну, че, ну, внутренние дела пусть знают, как бы, очень жестко. Я прошелся по нему в матче с Киржач-ТВ в перерыве. После перерыва поменял его, но Андрей посчитал, что, как сказать-то, слишком жестко. Может, Ком накопился, он ушел из команды. Три-четыре игры его не было, пять, может, даже, да. И на фоне того, что, ну, слишком много у нас было потерь, очень много, и его реально не хватало, потому что мы играем 4-3-3, у нас там один-два атакующих. Пришлось, нам долго со Стасом разговаривали. Я не хотел первый шаг там этот делать. Еще что-то Стас очень долго нам, там все доводы между нами, что-то там мосты сводил, сводил. И в итоге в один прекрасный момент я уже понял, что, ну, все, ну, край, короче. Надо уже на свои какие-то обиды мне наступать, переступать их. И все, я взял машину, поехал к нему в Радужный, мы с ним поговорили. После этого он спустя 2-3 дня сказал, что все, я готов. И, по-моему, Саполи, да, уже вышел, забил гол, да, Саполи. Вань, честно, тебе вопрос. Ты считаешь, что это твоя ошибка? Что он ушел? Ты знаешь? Я тебе так скажу. И многие говорят, и я это знаю, что я где-то могу перегнуть палку. Ну, и могу перегнуть жестко. Но, как я и говорил с ним, что я с Андрюхой Рябовым, я никогда это не делаю просто так, с полтычка или ни за что. То есть, если я это вижу, да, где-то перегнул, согласен. Где-то он что-то не договорил, еще что-то мы с ним... То есть, к примеру, если бы он просто поговорил бы со мной дня через 2, может, этого все и не было. Но я на эмоциях, он на эмоциях, вот так случилось. Но в итоге Андрюха с нами. В общем, там возникло недопонимание и у одного, и у другого. Но на контакт они не шли, ни один, ни другой. Нет, 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 речь-то о том, что вы более старшие люди, да, вы как-то это должны. Ну, не в этом тут дело. Просто кто-то должен быть умнее. Это да, тут просто конфликты и интересы. Просто очень много нюансов, понимаешь? Мы, мы, я, для нас это не команда, не футбольный клуб, а это прямо вот семья. И с семьи нельзя просто так было уйти, я об этом всегда говорил. Нельзя просто так взять, выйти из чата или еще что-то, раз уж мы сейчас вот начинаем об этом. Пусть это знают все, и все знают в команде, пусть знают те, кто был не в курсе этой ситуации, да. Это как Доминик Торетт, нельзя просто так уйти из семьи, да, то есть просто, ну, нельзя. И для меня это было просто, чтобы он вот так бросил еще больше негатива для начала. Ты просишь поставить меня в основу, но делаешь это без уважения. Да, да. Что я сделал? Вот, но, но это было, это было. Хорошо, что это все закончилось. Все равно Андрюха на самом деле человек сложный, очень сложный, он упрямый до нельзя. И я думаю, что не только из-за того, что я приехал к нему, он сам хотел вернуться в команду. То есть не из-за того, что я приехал, мы с ним поговорили, а он сам хотел быть здесь, хотел играть в футбол. И это было такое нужное решение всем, и мне, и ему, и команде, всем. И мне. А я знал просто. Да, он как это, розася битого. Давай поженимся между нами там. Это идет. Хорошо, следующий сезон нам предстоит играть в первой группе, да, Вань, ты не понаслышке знаешь, какой там уровень игры. И он наверняка выше, чем во второй группе. Планируется ли усиление, да, как вот продолжение такого вопроса про более старшее поколение какое-то, именно для обретения качества игры, средней игры, для того, чтобы удержаться именно в первой группе? Давай. Усиление. Смиря. Бесплатно. Их нет. Их на самом деле просто нет. То есть, как бы, у нас есть стратегия, и мы ее... У нас с самого начала был план, и мы его придерживаемся уже 4 года, как бы, да. Как мне тут говорили, да мне только что сказать, что выиграть две ниши лиги, то это типа, вообще фигня, я говорю, да. Ну, ладно. Съездить в Андрееву, Бару, Бару, Бару. Да, да, да. Нет, у нас, как бы, продолжаем мы так же формировать вот трансферную политику. В первую очередь, как бы, молодые ребята, которые, как бы, горят, которые хотят. Переговоры мы ведем, надеюсь. Ну, у нас что-то срастется, плюс у нас еще там должен вернуться Смирян в центр поля, он нас усилит. Самое важное сейчас сохранить тот костяк, который есть, который был, потому что армию там у мальчишек никто не отменял. Я больше скажу даже костяк, и еще нам нужен человек 5 для хорошей ротации, потому что весь второй круг, мы пусть и выиграли, да, там чемпионат, мы выиграли с очень короткой скамейкой запасных, 2, 3, 4 человека, то есть, которые реально могли не то, что усилить, выйти, не испортить хотя бы вот для начала, а нужны именно люди, которые будут выходить и усилять. Смирян вернется, это раз, да. Во-вторых, мы надеемся, ну, я не знаю, надеемся, не надеемся, торпедовица, шор, да, возможно, кто-то там будет отлетать, возможно, и сосновую торпеду кто-то будет отлетать, это... Не, ну, тут уже просто, мы уже... Ну, так уже не говоришь, что ты из шора кто-то летел, мы его забрали, мы так уже не делаем, конечно, да, потому что, ну, извините, у меня шор остался в первой группе, да, как бы мы вышли выше, ну, да, в второй группе мы вышли выше, да. Нет, конкретно про качественных, возможно, качественных, опять же, молодых ребятах, но их надо еще смотреть, потому что ребят, которые играют в шор думают, что они умеют в футболе все, а это, ну, далеко, далеко не так. Ну, и давай предположим, что вот уже среднего возраста игроки, которые, ну, там, делают основную часть команды, это уже наша команда, которой у нас уже 4 года есть, да, то есть мы уже... Уже к ним сложно добавить кого-то вот старше, чем они есть, как бы, да. Нужна молодая кровь, качественная, и не хочется приглашать опытных, объясню еще почему. Я, честно, в нашу команду очень тяжело войти, и мы не всех так просто вот берем, ну, сначала берем сначала, да, вот потом после, в процессе мы смотрим, как человек адаптируется, и как он в коллективе, что, чего, готов помочь, это, я не знаю, прям внутреннюю целую систему, что ли, как он там закрепится, да, то есть в команде. Бывают неплохие игроки, но характер. Хорошо, сейчас тоже пришла мысль, делали перед сезоном 6 роликов, да, о новичках, да, сколько их осталось, почему не закрепились Серега Прохоровский, да, Никита Кировитин, что там тоже с характером проблемы? Ну, всегда, все одно и то же. Во-первых, Кирютина мы вообще на перспективу брали, с возможностью еще игр в дубле, еще где-то, то есть, но просто один момент, я вместо тренировки иду на мини-футбол, на игру. Иди, до свидания. Сережа у нас просто пропал? Прохоровский также пропал на 3-4 тура, при том вместе с тренировками и с играми, каждый раз какие-то отмазки, и в команде уже ходили, ну, пацаны-то, ну, команда, это живой организм, они все чувствуют, конечно, когда человек не появляется, да, уже шутки-прибаутки, и все-таки в один прекрасный момент уже терпение закончилось, говорим, давай, дружочек, сдавай форму, иди играй там, КПРФ, 8 на 8, оставляй силы там. Когда человек играет во всех лигах, которые можно, требовать с него что-то в тренировках и в играх потом бесполезно, а в конце уже он и сам не являлся на тренировке, но поэтому вот так. Возможно, он мог бы нам помочь, у него, на самом деле, долгий период был перехода с мини на большой, и он до конца так и не адаптировался, видать, выбрал, что где полегче, я так думаю. Но при этом, кстати, считай, первый матч, да, с Шором, да, он нормально освежил, да. Он два, он же два гола по факту, не сделал как бы, да, но... Не, не два гола, поучаствовал в атаках, да, первую голевую Калашу, ну, там Калаш все сделал, вторую, он развел атаку, да, нет, вопросов нет, но давай вспоминать тогда и вторые, и третьи игры, где он был, откровенно говоря, так себе, поэтому, еще раз говорю, желание, если человек хочет, то все будет и старается, если у человека нет желания, не заставишь ты парня, которому 24-25, приходить в тренировки, играть, пахать, это надо, вот, пацаны уже сейчас понимают, спустя 4 года, что такое биться за клуб, за эмблему, и это хорошо. Хорошо, за два года прошли третью группу, за два года, так получилось, прошли вторую группу, какие ожидания от первой группы на первый сезон? Да, какие ожидания? Ну, я сейчас нырел таблицу этого года, но если мы где-то будем с 6-7 в первом году, будет, ну, нормально, будет прекрасно, да, как бы это, в принципе, на мой взгляд, реально, ну, как бы это, ну, это будет прекрасно, так, где-то, если мы будем с 6-7. Будет хорошо, если мы останемся, будет хорошо, если мы останемся в чемпионате, не вылетим, вот это будет хорошо. Это можно сделать не сложно, но и не будет легко, то есть будем смотреть по факту. Я не хочу быть той командой, как некоторые на области рассуждают, вот с этими нам очки можно брать, вот к этим там поедем, не поедем, у этих все равно ничего не зацепим, вот это вот у нас, нет, мы на каждый матч будем настраиваться, поэтому нам нужна длинная скамейка запасных. Мне интересно сыграть снизу же, со строителем Купреева, с гранью, с той же, да, ведущими, да, так, командами у Владимира Скобыча, посмотреть, что и как. У нас ребят собраны со двора, у нас, я их сколько раз в голове не перелистывал, у нас не было ни одного человека, который в первой группе отыграл, ну, хотя бы года три, не берем Саныча, да, Саныч, это, он у него там в рамке золотой уже, он там, вписан, вписан, да, вот. Не было человека, Дима Чаваньков самый опытный, по вторым поиграл, первый нет человек, вот и все, я играл, но я уже не играю, поэтому те ребят, с которыми мы идем, они будут набираться опыта, и не вылететь, это будет хороший результат, а дальше потихоньку-потихоньку набирать, вот. Мы тут с Рубином поменялись, я посмотрел, да, местами, Рубин тогда в том году вышел, в этом вышел тоже только вниз, и мы вошли, поэтому... Вопрос про Саныча, конечно, да, раз ты уж его затронул, Саныч просто бенефисы выдавал, да, в конце сезона голевые, вопрос, как его использовать дальше, то есть продолжит ли он играть в основе или как, вообще, есть какой-то расчет? Спасибо, должны сказать, что он с печи встал, и в такой нужный момент команде помог, это все никто не планировал этого, просто был один матч с Вяткиной, где нас реально выходило 11 человек с вратарем, и три на замене было, один из них я, и еще два парня, и вратари. Вот такая ситуация случилась, его поставили в старт, он поиграл, он забил гол, у него глаза горели, он захотел это, он говорит, я почувствовал, Ваня, я помню эти слова, я ему тогда еще говорил, недавно, вернее, не тогда, вот недавно, говорю, Саня, ты помнишь, что ты мне говорил, он говорит, Ваня, я хочу с этой командой вот выйти вот туда, выше, именно вот с пацанами, с ними, ни с кем другим, вот с ними. И после этих слов он каждый на тренировках доказывал, пахал, старался, и знает, куда бежать, знает, где подобедать, знает, как пенальти бить, три из трех, восемь голов, да, у него, то есть все как надо. Как его использовать? Я говорю, мы должны спасибо ему сказать, что так, он также изначально и начнет помогать команде, и опять же, все будет зависеть от игроков, мы не знаем, что будет, мы этот сезон доигрывали, у нас номинальный был нападающий, Калашников один, Стригин сломан, Рябов был сломан, Саныч только выходил, Саня Лебедева использовали, крайнего напада, все. Поэтому он официально карьеру не закончил, будет все понятно на сборах, на предсезон, но он как опытный, он понимает, что ему не надо на сборах готовиться, он говорит, я через игры, Иван Андреевич, втянусь, вот, он по старой схеме готовится. Я так понимаю, Саныч у нас как сборная России, да, в него нельзя, от него ничего ждать, в него только можно верить и все. В него нужно верить, да, и все, ожидать мы от него ничего не ждем. Хорошо, немного похвастаюсь, удалось мне в этом сезоне поработать с торпедо, да, ФНЛ-2, как сказать, обязывает все клубы проводить трансляции с трех камер теперь. Вот, это очень яркий пример того, как Лига делает команду лучше. Добрыня тоже с каждым годом становится лучше, да, благодаря какой-то работе, благодаря работе с детьми и прочее, прочее. Стас, вопрос к тебе, скажи, будет ли какой-то, ну, или во всяком случае ведется ли какая-то работа по улучшению именно не команды, да, игроков, а команды администраторов или команды управленцев. То есть, есть ли у тебя какой-то там план по расширению, там, не знаю, медийного пространства? Ну, смотри, у нас есть первоначальные какие-то проблемы, да, которые мы должны решить. То есть, примерно сейчас должны прикинуть, сколько нам нужно денег на сезон, сколько мы можем заработать до начала сезона, сколько мы можем заработать в течение сезона. Каких спонсоров? Сейчас, да, будем готовить программу, опять же, для партнеров, для способов, потому что сейчас уже вышли, все-таки вышли выиграть, как бы, да, то есть, я думаю, что, возможно, тут уже будет поинтереснее, как бы, и партнерам заходить. И неоргские команды добавляют сразу. У нас много чего можно предложить партнерам, как бы, да, то есть, сейчас с этим будем заниматься. Насчет медиа, да, я бы хотел, конечно, это дело развивать максимально, как бы, но при этом я прекрасно понимаю, что на морально-волевых там, ну, не все готовы работать, да, то есть, для того, чтобы это дело развивалось, людям все равно какие-то условия надо давать. Будем думать, будем смотреть от наших финансовых возможностей. Ну, идеи, конечно, есть, как развиваться есть, куда развиваться есть. Допустим, тут у нас сейчас в ТикТоке один видосик залетел на 250 тысяч просмотров, это прям, ну, было неплохо, вот. И, конечно, будем думать, то есть, если будет какая-то возможность кого-то схватить, как бы, конечно, это будем делать, потому что это круто, и люди, которые за нами сидят, говорят, что мы все равно молодцы, даже в таком не сильно широком составе, делаем все неплохо, но если нас будет еще больше, то главное, чтобы люди, понимаешь, были, ну, не просто работали работу, да, чтобы они вот сердцем жили это дело. То есть, если человек живет сердцем, как бы, да, то он и делает все хорошо. Вот, как бы, нам, кроме работников, нужно вот находить людей, которые, ну, готовы пахать. Стас, чем отличается сезон 21 от сезона 20, вот именно по работе с партнерами? Что добавилось? Пробуйте с партнерами. Ну, ничего, сейчас сделаем пакет. А, из фабрика. Сделаем пакет, пойдем посидим в место, где мысли хорошо приходят. И попробуем, посмотрим. Мы просто, на самом деле, не то, чтобы вы сами на них выходили, то есть, все-таки, как-то пару человек вроде пару поспрашивали, то есть, насколько-то что-то интересное. Сейчас будем дописывать пакеты, которые будем предлагать. То есть, в принципе, там достаточно хорошие пакеты по цене и качеству прилагаем. Хочется, чтобы это было не попрошайство денег, а конкретное партнерство. То есть, да, не хочется прибегать к какому-нибудь, я не знаю, ИП или директору какой-то фирмы и говорить, дайте денег нам. Просто вот мы вот такие вот, дайте нам денег. Хочется что-то предлагать, и мы сейчас над этим думаем, и есть, что предложить. Вот мы, наверное, в отличие от всех других команд, у нас затрат больше, чем у других. У кого-то есть стадион свой, кому-то город дает автобус. Как мы, кто-то просто не тренируется. А у нас платим за тренировки, мы платим за домашние игры, платим за взносы. Все это тянем мы. И, наверное, если во второй, наверное, смотреть, то затрат-то, наверное, у нас больше всех, чем у других. Я уже молчу про спонсора, потому что у нас затраты, почему? Потому что у нас тренировки. И два раза в неделю, и это стоит денег, плюс домашние игры, плюс выезда, которые мы даем мальчишкам на бензин. Мы один раз ездили на автобусе в Кольчугино, и тоже из-за того, что топ-матч для нас это был, да, грандиозное событие. Мы ездили на автобусе со всеми болельщиками своим, мы выезжали на этот важный матч. Я не знаю почему, но я внутренностью, внутрими своими, нутром чувствовал, что что-то будет, что что-то будет. Ощущение было хорошее, да. Да. А потом в конце, ух, красота какая была. Вот. А потом, как сказать-то, я уже мыслю потерял. А, на автобусе. Один раз всего съездили. Все выезда, 4 года, мальчишки ездили на своих машинах, набивались по 4 человека и ехали. Мы им оплачивали бензин. Все. Поэтому партнеры нужны, хотелось бы их видеть, да. Не то, чтобы мы, если не найдем, закроемся. Нет. Мы сможем тянуть, да. Это будет тяжело, но мы сможем. Но хотелось бы найти людей, которые... Но с партнерами будет гораздо больше возможностей. Намного больше возможностей и все намного круче будет. Насчет автобуса с болельщиками. Я приезжаю на игру в Суздаль. К нам приезжает Покров. Покрова делает практически из Суздаля гостевой матч. И при этом я слышу с трибуны о том, что кто-то на кого-то нажаловался. Что Добрыня это протеже Льва Павловича Антонова. Что это денежный мешок. Что они ябеды. Что там ФК Василиса Прекрасная. Там что... Какого негатива только я не... Подожди. По какого негатива я только не начитался в интернете. При этом я не был ни на выезде в Кольчугино, ни на выезде в Покров. Что там произошло. Денежный мешок было бы неплохо, если бы мы были. Да, я бы вообще не боялся. Нам с чего начинать? Давай с выездного матча в Покрове, а потом... Вопрос вообще в том, откуда вообще такой негатив берется. И такие хейтеры, так сказать. Ну, наверное, началось все с выездного матча в Покрове. Я так понимаю, как раз... Не знаю, Покрове, Покрове, я не знаю, как это склоняется. Вот. Мы туда приезжаем, как раз в самую, наверное, наше... Когда мы были в полной яме, наверное, да? Самый, вот, самый-самый плохой просто в наше время был. И... Без нападающего леса. Да. Начинаем играть. Проигрываем по делу. Проигрываем по делу. Вопросов никаких по спорту. Мы проиграли по делу без каких-либо как бы вопросов. И вот это вот дело, вот это дело сделали... Два игрока? Два человека. Которые... Мы их заметили. Просто мы их видели. Видно, что люди играют не на своем уровне. Что вторая группа и даже первая, это не их уровень. Мы... Я захожу в раздевалку. Ну, говорю речь обычно после игры, да? Сказал, говорю, ну, ребят, ну, они сильнее. Вопросов нет. Вот у них там два человека, говорю, я не знаю, подвезли их там, не подвезли. И я имел в виду, что, типа, они у них официально заявлены, ну, просто откуда-то приезжают. Вот. Ну, и все. Мне ребята говорят, Вань, а вот эти вот два человека, 25-26 номера, которые нас интересовали, которые один забил два головы, другой делал голевую. Они, говорит, даже не знают, как партнеров по команде зовут. И мы вот так в одночасье, и мы в одночасье со Стасом вот так вот переглядываемся. Я говорю, пойдем проверим. Мы приходим, да. Просто чисто интересно. Мы приходим, значит, к судье главному. Смотрим, ну, хотим сразу сказать, что ребята были явно не русской национальности. Ну, это по ним было очевидно видно. Да, да. Не славянской внешности. Не славянской внешности, так скажем, да. Приходим в протокол, смотрим. Один гол забил Мухортов Артем. А другой Никифоров Александр. Никифоров Александр. Мы, значит, ну, заходим. Это несложно сейчас сделать. Ну, то есть мы заходим, как бы, в группу Ника ВКонтакте. Ищем на фотографиях, ну, в группе Мухортов Артем и Никифоров Александр. И это совсем другие ребята. Совсем абсолютно другие. Мы, соответственно, из-за этого пишем протест. Я звонил и говорил представителю Ники. Я не знаю там никого представителя, кроме капитана, вот, Володи Булгакову. Да, и мы с ним до этого нормально общались. Просто там, мне интересно была эта команда. Они хорошо играли. Мне интересно было. Я даже писал там, как так проиграли. То есть меня удивляли некоторые их поражения. Я ему позвонил и сказал, говорю, Володь, вот так и так. Что делать будем? Мне начинают говорить, да мы сейчас их заявим. Там какие-то другие карточки, еще что-то. Я говорю, слушай, ну, давай, не будем уже рассказывать. Мы напишем протест. Он говорит, окей, пишите. Мы написали протест. Подтвердили его. И я больше скажу, представители Ники с тобой связывались. Да им сказал, ребята, хотели поговорить. Да, я говорю, ребят, о чем говорить? Будет КДК? Приезжайте, доказывайте, да. А у нас есть все. Они еще умудрились все это снять на видео, где видно элицы. И все. И заявку мы сфотографировали. На КДК они не приезжают. И там еще кричат Артак, Артак, Артак. Да, Артак, Алик. А эти ребята 2, 4-й раз срочно, чем стали чемпионами по КФК. Один из них что-то не за сборную Армении играл. Ну, вообще, веселая история, на самом деле. Подвезли неплохих ребят. Мне понравилось. Хороший спарринг, как бы. Вот все, КДК нам дали 3 очка. Когда нам начинают рассказывать о том, что вы ябеды или еще что-то. Я не знаю, что говорят ребят в покрове, да, которые играют за эту команду. То есть я не знаю, что они говорят там своим болельщикам или еще что-то. Но говорить можно все, что угодно. Были разговоры с ними конкретно. Было написано. Могли приехать, доказать, что это не они. Но там уже они были пойманы. И, естественно, я считаю, что... И они поняли, что бесполезно ехать. Все равно будет минус 3 очка. И все. Но вот этот негатив, естественно, покров. Они хотели в первую группу. Тут Добрыня им помешала. А еще помешала как? Взяла до протеста, написала, наябничала. Так, ну, к болельщикам вопросов нет. Они не в курсе ситуации. Они не знают, что и как. Вот они какую-то инфу получили, они начинают там ее развивать. Но конкретно у любого игрока Ники спрости, они все знают. А теперь расскажи, как они ответный протест на вас написали. Я сейчас расскажу. Ну и опять же, как бы, надо понимать, да, что мы впахиваем, мы вкладываем свои деньги в это дело. Я посчитал среднюю стоимость очка. Я Ване говорил, сколько стоит очко у нас в лиге. И как бы, ну, типа, очко в районе 10 тысяч стоит, если я не ошибаюсь. Ну, не 10, там где-то 7, 8, что-то. Ну, типа того. Это как, Ельцик, сколько набрали сейчас и вложенные деньги на данный момент. Да, да, да. И тут, получается, против нас привозят основных игроков, которые делают результат. Это, ну, нечестно просто. То есть, как бы, мы поступаем честно. Они поступают нечестно. Почему я должен на них тратить свои деньги? Как бы, ну, все очень просто. Я все объяснил. Потому что мы команда Палыч. Ну, наверное, потому что мы команда Палыча. То есть, как бы, тратим свои деньги, потому что мы команда Палыча. Я говорю, то есть, писать комментарии, пусть там человек, который не владеет полностью ситуацией, он может писать все, что угодно. Честно, мое мнение, я как этот коммент увидел, очень захотелось там сразу ответить. Я не знаю, узнать вообще, что это за человек, почему он такую муть пишет, но я такой вспыльчивый. Но я понимаю, что если сейчас начнутся ответы, комментарии, вот эти вот переписки, зачем они нужны? Я просто посмеялся. Ну, как бы, есть у человека мнение, как его говорить, но оно неправильное, это мое мнение. Он думает, что он прав. Да, пускай пишет все, что угодно, только мы в первой чемпионате, а у команд, с которым он болеет, они у второй. Притом, эти ребята также приехали с нами. К нам потом, без этих же ребят, получили 4-1. С фанатами, все красиво, атмосфера прекрасная была. Вопросов нет. К нам проигрывают 4-1, проигрывают по делу, это мы все видели, как бы, да, то есть, вот. И в конце матча ко мне подходит судя и говорит, на вас Покуров написал протест. Я говорю, по поводу чего протест? По поводу Саши Лебедева. Что Саша Лебедев в первом игруе пару матчей сыграл за шорт. Мы знаем, что Саша Лебедев в первом матче сыграл пару матчей за шорт. Вопрос, как он играл? Вопрос, как он играл. Там юридически как, нельзя быть заявленным за две команды. Но он играл за шорт в первом матче, как профессионал. Профессионал, спускающийся в дубль из профессиональной команды. Потом он лишается статуса профессионала, переходит к нам, сидит месяц, переходит к нам как любитель. И это абсолютно, то есть, юридически это два разных игрока. Нас бы не пустили его заявить никак. Ну, то есть, мы заявляем через ВОВ его. Естественно, они бы нам сказали, ребят, нельзя. Тут все, все можно. У нас есть карточка, у нас есть печать. Все. И мы в итоге показываем, и Ника не стала даже повторный протест писать. И все, это даже не рассматривали. Просто приехали, ну, проиграли по делу, пишут протест. Ну, такое себе, такое. Я очень хорошо к ним отношусь. Мы тоже проиграли по делу там, но там было очевидно, что это не их игроки. Тут наш игрок, который по делу за нас заявлен, который с нами тренируется, который у нас в школе работает, там, и все остальное. И, как бы, ну, мы отстояли, как бы, нашу точку зрения вот в этом вопросе. Так что, как бы, ну, плюс 6 очков. Пусть пишут, честно, ну, вот насрать. Вот прям вот, ведь большое насрать. Вот прям так и выложить. Чего там пишут, еще что-то. Вот без разницы. Вот у нас есть команда своя. Все. Мы никогда не, хотел сказать, не нарушаем там закон, да, не нарушаем регламент. Мы всегда за честность. Вот прям всегда. То есть, давай на чистоту всегда. Все. Нам никакие подковерные интриги, подводные камни. У меня подводных камней в команде внутри хватает. То есть, мне вот не до этого еще с кем-то там наживать врагов или еще что-то. Нам вообще без разницы. То есть, у нас есть своя команда. Все. Мы действуем в рамках регламента. Если бы никто мне не сказал о том, что на выезде, о том, что ребята, они не знают, как зовут. Да мы бы и забыли. И все. И уехали так бы. И все. И было бы минус 3 очка. Ну, не вышли бы мы в первую. Да и ничего страшного. Мы на следующий год бы вышли. И все. Если кого-то там что-то задевает, ребят, вы, хотя бы сказать, не имеете право так говорить. Не имеешь право. Удоли. Удоли. Нет. Просто я не могу понять, как мы можем кого-то бесить. То есть, ребята, которых набрали со двора, пытаются ставить им тренировки, ставить игру. Мы не бей-беги играем. Мы все игры играли нормальные, хорошие, достойные. Старались показывать футбол. Не то. Что тогда то, я не знаю. Ну, я понимаю, кто это пишет. Нет, ну я знаю, почему мы всех бесим. Потому что мы работаем, у нас вроде потихонечку получается работать. Какой-то типа есть результат нашей деятельности. А людей не бесит, когда есть какой-то результат деятельности. Наверное, да. За сколько? За четыре года пройти две лиги. Это, ну, это норм. Это очень хорошо. Я считаю, там, для клуба, который с нуля строился, это хороший результат. Я считаю так. Главное закрепиться сейчас в чемпионате. Взять кубок, потом в чемпионат, выйти в КВК. Вот. А потом на профессионал. И в Эстонии. Хорошо. С самого первого матча, который я снимал, да, мы победили с Шор. И было много эмоциональных моментов. В том числе Андреевич на поле выбегал поздравлять пацанов. У меня появилась такая мысль такая еще, что вот это вот, ну, неспроста. Это вот для чего-то все это происходит. И потом, в течение сезона, после, по-моему, Авангарда, который был в Суздале, играли. Один-один, да, там, на последней секунде отыгрались. И я подумал еще, что, ну, так вести не может. Это вот как будто кто-то чего-то знает, кто-то что-то запрограммировал, что-то происходит. Вот, и я много раз очень в интернете еще видел комментарий о том, что Добрыня случайный чемпион. Вот скажите, какой процент случайности вот в этом результате, да, который достигается на последней секунде даже буквально. Не то, что в нескольких матчах, а в матчах принципиальнейших. Знаешь, как говорят, везет тому, кто везет. Вот. Мы, мы каждую эту победу добыли не только там... На поле. На поле. Но и за полем. Кровью и потом. Это, сколько мы там, 70 тренировок за сезон провели. То есть мы тренируемся, не просто так собираемся. Мы тренируемся, мы над чем-то работаем, да. Где-то, возможно, доля везения была, возможно, во втором кружке. Слушай, ну, у нас и такая же доля везения была, когда мы проигрывали. Мы проиграли в Импелу. Мы проиграли, там, Вяткина, да. То есть, там, ну, Вяткин, ладно, без вопросов. Там сначала, чуть потом отыгрались. То есть, были моменты, когда мы проигрывали. Либо играли в ничью с тем же Невским, то с тем же Вимпелом дома. Когда имели очень много моментов, не реализовывали. И можно это примерно все приравнять. Ничейный матч с Авангардом, хотя мы так же, как и они, забили на 92-й. Не сравняли бы мы, сказали бы, что Авангарду повезло, да. Они забили на 92-й, мы на 95-й на флажке. С Ашором мы забиваем, там, на последний, за минуту, там, до конца, да. Возможно, это все аукнулось нам. Вот в первом круге это все было, да, по-моему? В первом круге все это было. Во втором нам аукнулись эти ничьи. Возможно. Можно так сказать. Я бы... Случайный чемпион? Ну, я считаю, что... Это... Как может быть случайный чемпион? Как может быть случайный чемпион, который... Который 46 очков набрал. Когда пацаны вышли в начале марта, 5-го, что ли, числа марта, да, вышли? Первого, ровно. А, первого марта вышли они на подготовку к сезону. 28-го февраля, вот, как раз. И... И закончили в ноябре. 16-го ноября. За это время. О, октября, октября. А, октября. Они выходят 28-го февраля из отпуска. Пашут 2-2,5 месяца. Сезон 6 месяцев. И где-то вот в октябре 15-го они заканчивают. 21-го баня была. Как может быть случайный чемпион? Они все, что могли отдавали. Они с семьями не были. С женами, с девушками своими. Время свое тратили на тренировки. Пахали, рубились, ругались там. И со своими родственниками, которые говорили, Дэн, просто футбол тебе денег даже не платят. Чего ты тут? А вот, ну, вот, если сердце команды и футбол, они бились, они этого заслуживают. Так что диванным экспертам привет от случайных чемпионов. От очень главной команды, которая в высшей лиге переиграет. Да. Насчет высшей лиги, да, давайте про наступающий сезон. Предстоит, я так понимаю, участие в Кубке области и заявка детских команд. Готовы ли, есть ли ресурсы? Да, я скажу по детским. У нас обязательное требование сейчас. Два старших возрасту должны играть, чтобы с команды не сняли три очка. У нас там в следующем году возраста пятый-шестой год и седьмой-восьмой. У нас нет пятого-шестого. Мы с седьмым, восьмым, девятым делим на две команды и будем играть вот по этим годам, чтобы с нас не сняли очки. Для мальчишек это будет хороший опыт. Сложно, очень сложно. Будем отлетать, будем отлетать. Но будем пытаться играть в футбол. У мальчишек в детском футболе, я говорю, у одной команды в системе задач только должны быть, играть на результат. Это первое. И то мы пытаемся еще учить играть в футбол красиво. А у детей нет задачи играть на результат. Пусть они развиваются. Мы их спокойно, плавно, постепенно, потихонечку. Наш седьмой-восьмой год в течение двух лет подведем либо к дублю, либо уже ближе к основной команде. Вот. Это что касается детей. Будет сложно. Будем разрываться. Но вариантов у нас нет. Даже не из-за того, что три очка, а для того, чтобы дети развивались, были спарринги каждую неделю, чтобы они участвовали. А второй какой вопрос? Про финансы, давай, это я скажу. Конечно. Про финансы все мое. Ну, что сказать? У меня есть список того, сколько мы потратили в этом году. Нам, в принципе, не сложно. Я, в принципе, это все дело могу рассказать. Если вам, конечно, интересно. Я думаю, деньги чужие считать всем интересны. Так что, пожалуйста. Давай команду Палыч. Команду Палыча. Сколько нам? Как команду Палыча начислили. Знаешь, кстати, вопрос такой про тренировки. Ты посчитал все деньги? Нет, это... Нет. Это я тоже расскажу, как бы. Да, тогда. Вот про случайные. Случайные чемпионы, которые выиграли первую лигу в этом году. Вторую. Вторую. Ну, у меня выше лига первая. Ну, как бы, да. Вторую лигу. Значит, сезон 20-21. На тренировки, на проведение тренировок в этом году мы потратили... Это 80? Да. В цене скутки. 45-50. На проведение тренировок мы потратили 130 тысяч рублей. На... Это при том, что ребята из команды скинулись на тренировки на Лыбиде, за аренду на Лыбиде, чтобы играть в натуральном поле, тренироваться. Около 50 тысяч рублей сами. Ребята... То есть, чтобы... Ну, мы с ними обговаривали это, да. То есть, сказали, если сходить вот так вот, чтобы было норм. Потому что можно всегда тренироваться на бесплатной юности. Но там просто все такие, нет-нет, все нормально. Мы все... Все все понимаем. Это просто, к слову, тому, что кто-то требует себе зарплаты побольше, да? А кто-то готов выделить свои деньги, чтобы играть. Вот где любовь к футболу. Продолжаем. На домашние игры... Это аренда. Аренда стадиона. Плюс оплата судей. У нас в этом году было 3 стадиона. На 3 стадионах мы играли. Мы посчитали в среднем. У нас получилось 110 тысяч 500 рублей. Это на все... На проведение матчей домашних, так скажем. На выездные игры мы потратили 35 тысяч рублей. На бензин. На бензин, да. Это я не считал еще автобусом. Ну, ладно. На медиаконтент мы потратили 30. За сезон, опять же. За сезон, да. Это фото, там, введение, да? Да, да, да. Фото, видео и введение социальных сетей. Взнос за участие. 30 тысяч рублей. Володь, ты потом будешь это писать? Вот так выделяю, да? Раз, два, три, четыре. Давай, давай. Потом вот так вот подбей. Это мы еще не все посчитали. Это мы еще не все, да. Продолжаем. Игровая форма. Игровая форма нашего партнера. Андрюшенька. Андрюшенька. Андрюшенька из Реал Спорта. Андрюшенька, привет тебе. Любим тебя. Вышло нам 45 тысяч рублей. Вот. Прочие расходы, это мячи, вода на игры. Оплата медработников. Оплата медработников и тому подобное. 20 тысяч рублей. Да, да. 20 тысяч рублей. Баня, барабан и автобус. Еще что-то много. Всего у нас получилось в этом сезоне 390 тысяч 500 рублей. Это при том, что мы еще могли что-то забыть. Ну да, то есть это мы вот посчитали то, что мы вот просто вспомнили. Мы сейчас не берем детские школы как источника нашего дохода. Это отдельно, да. Из того, что мы заработали, так скажем, на взрослом футболе. Давай поговорим, да. В районе, сколько там получается на дубле? 1080. На дубле? Да. Чуть поболее, наверное. Если 15, где-то 20 возле каждого месяца. Если это 8 месяцев. Ну, 100, 110. 110 тысяч рублей принес там дубль. Что он у нас как бы есть. Ну, это так, плюс-минус. Плюс-минус, да. Дальше что? Мы продали, продавали какую-то... Игровые формы, да? Игровые формы. Мы считаем, что, в принципе, это можно впечатлить в доход. Потому что, как бы, это идет как... Ну, лого наше продаем, да? То есть, как бы... Бренд. Мерч. Бренд, да. То есть, на бренде... Сколько? Ну, 1080, наверное, мы заработали. Ну, плюс-минус, наверное, мы особо не считали. Ну, вот, так скажем, да. Плюс еще, давай отметим пиццефабрику, которая... Давала поесть. Которая давала поесть. Которая была с нами на разборах. Вкусный спонсор. И, как бы, да. То есть... Ну, молодцы, как бы, да. То есть, нам приятно, что пиццефабрика с нами, да. Им большой респект. Заказывайте пиццу все у них, потому что они... Как говорят в Ютубе, вот здесь, со ссылочкой... Ссылочкой пиццафабрика 33. Заказывайте у них, ребята, норм. Да, ну, я не знаю, как посчитать. Это, как бы, не считается. Да-да-да-да. Просто да. Ну, то есть, там, грубо говоря, в районе, ну, 200 тысяч рублей взрослым футболом мы отработали назад. Так скажем, да. То есть, все остальные уже деньги, это уже, как бы, мы вкладывали свои. То есть, в районе минус 190 тысяч рублей вышла нам основная команда в этом году. И на эти деньги, на эти растраты мы стали чемпионами первой лиги. Второй. Второй лиги. Вот. То есть, ну, я считаю, что, как бы, мы мозг. Но при этом мы, наверное, думаем, что тратим мы все равно больше всех, потому что у других команд нет тренировок. Есть бесплатные тренировки, есть бесплатные стадионы. Есть... Сносы, которые за них падает город или там кто-нибудь. Там, в принципе, все. Я сомневаюсь, что кто-то какой-то частный просто отдает. Я не знаю про другие команды, я говорю конкретно про наши, но все команды, с которыми играли во второй, наверное, спонсировались районами. Ну, частично, хотя бы точно. Поэтому и многих команд, даже в первой группе возникают вопросы финансирования, потому что тянет район, тянут предприятия, которые им обеспечивают эту заявку, это там участие. Поэтому мы... у нас все железно. Хуй, буй, хуй. Железно. Соответственно, на следующий год. То есть, вот мы знаем, сколько мы потенциально можем зарабатывать. Мы знаем, насколько у нас увеличатся затраты, чисто финансовые. То есть, мы максимально пытаемся продумать логистику, как нам сделать так, чтобы было выгоднее и удобнее, ну, соответственно, по деньгам, да? Вот, и я максимально продолжаю надеяться на то, что в следующем году будет не 14 команд в Ишлиге, а 12, потому что, ну, играть до середины ноября – это сомнительное удовольствие. Вот, и плюс это еще содержание команды целый месяц, целый месяц содержание команды в районе 50 тысяч рублей. Соответственно, не очень... Накладненько. Не очень бы этого хотелось. Ну, и плюс, как бы, пишем для партнеров сейчас пакеты, достаточно выгодные, как бы, на самом деле. И надеемся, что у нас 2, 3, 4, 5 партнеров появятся, которые смогут нам наши минусы минимализировать, так скажем. Я в целом работу улучшить. Да, да. Так что идем вперед, не смотрим ни на что, думаем и действуем красиво. Совсем забыли о дублирующем составе, да, Ване. Оцени сезон плюс-минус, имеется в виду. Какие впечатления? Слушай, я не на всех играх был. Я прекрасно знаю, как Саныч с ними мучился. И если бы он не мучился, не было бы, как сказать, такого результата. Но если сравнивать прошлый год и этот год, то есть значительный шаг вперед сделали. При том, что... При том, что состав тот же. И новые игроки приходили не сильнее. С основы мы практически никого не спускали. Они играли своим составом. В принципе, сезон со знаком плюс. Сезон со знаком плюс. Мы... Я больше скажу. Мы... Даже если не брать футбол, мы нашли там тех мальчишек. Не нашли. То есть... Ну вот они с нами срослись. Там некоторые мальчишки, которые с Добрыней. И дальше будут двигаться. То есть, есть мальчишки из дубля, которые ходят там, поддерживают нас. Там, стучат на барабанах. Там, Миружан, Паш Кальвицин, Толя Гусев. Ну, много. И есть мальчишки. Дима Лифанов. И там, Дима Егоров подключить в следующем году. Валер Ковалев. Ну, там много. Валер Ковалев. Много. Данил Найин. Много мальчишек, которые реально... Это, знаешь, как не... А, дубль и основа, зажравшись. Все понимают, что никто не зажравшись. Никто здесь. Это что в основе, что в дубле. Обычные ребята, которые также ходят на работу, работают. Только после работы они не к семьям, а идут еще на тренировку два раза в неделю. И выезжают играть. Вот. Я очень рад, что к нам мальчишки эти присоединились. И они дальше будут двигаться. И еще хочется выделить у нас там Ушакова-Тонышева. Два наших молодых мальчишки с наших школ. На следующий сезон они будут тренироваться уже с основой. Играть, возможно, за дубль. Но если покажут себя с хорошей стороны, то есть в заявку они точно на основу попадут. И вот это как раз работа дубля Саныча. Подготовить молодежь, да. И они сейчас, и уже осенью привлекались на тренировки. Оставили приятные впечатления. И приятно смотреть, как мальчишки растут. И они чуть-чуть окрепли. Уже готовы, я думаю, навязать конкуренцию игрокам основного состава. Да, им будет тяжело. Это первая группа. Нам будет там всем тяжело. Но это будет естественная конкуренция. Если они не будут тянуть, они будут так же тренироваться с основой, но играть за дубль. От них никто не отказывается. Мы их ввели, ведем и будем вести. Какой процент воспитания, да, Ярослава и Кирилла попадает на школу именно Добрыня? Они же ведь были и в школе. Они начинали со школы. Они пришли в нашу школу. Тоныш Ярослав полтора года у нас отходил. После полутора лет он с перерывом, с небольшим был. После этого мы его отправили уже в дубль. Видно, что мальчик чуть перерос своих сверстиков. Он был старше на год. Их, как и Кирюх, в принципе, Ушаков и мы, их подвинули уже в дубль, чтобы они тренировались там с мужиками. Я не могу в процентах еще что-то. У Саныча они сыграли один сезон, только Кирюха два, а у Саныча один. Но тут, знаешь, все воедино. Ты им даешь базу в школе, да, ты им даешь базу, ты им рассказываешь какие-то там нюансы, тонкости. Они подготавливают с этой базой, приходят уже во взрослый футбол, где тоже есть какие-то свои нюансы и принципы. То есть там они обрастают и потихоньку-потихоньку подходят к основной команде. Это, в принципе... У Саныча так хорошо уметь готовить, чем мотивировать он умеет. Особенно вот это вот я вам так скажу и все. И утоныша пульс 200 сразу. Ну, например, у Саныча методы, подходы не специфические, а такие довольно требовательные, жесткие. Он где-то может и пошутить, где-то может и отругать. То есть, но не было таких людей, которые сказали, что это за тренер, ругается или еще что-то. Нет, ну такие были, но они не в команде, они не в дубле, их как бы нет. И не в футболе уже получается. И не в футболе уже, как бы, да. То есть, на самом деле, Саныч это идеальный тренер для наших дублей. Он просто лучший. Я его знаю больше 20 лет, и это тот человек, которому, да, ты готов отдать тех детей, которых ты там тренировал. И знаешь, вот когда бывает такое, что ребенка учишь-учишь-учишь чему-то, и ты хочешь, чтобы в руки попал именно тому, кому ты доверяешь, веришь, который, знаешь, не испортит. И вот он из тех. И поэтому вот у нас все ступени есть от школы, да, через дубль в основу. Плюс сейчас юниорские команды есть. Так что мы растем прекрасно. Это очень хорошо, это не может не радовать. Это может быть немножко не видно, но мы растем. Поговорим немного о болельщиках. Вспомнил еще одно ругательство из интернета. Команда без дома. Вопрос такой, где будем играть? Тут знаешь, что? Странно слышать от людей, которые говорят, а где у вас дом, которые просто получили от района стадион и играют на нем. Ну, очень странно. Мега странно. То есть, что вы для этого дома сделали? Кроме того, что приходите, играете и тренируетесь на нем, понимаешь? Если бы кто-то предъявил человеку, который построил стадион, или хотя бы поле свое сделал, да, где принимает, тогда вопросов нет. Прежде чем что-то говорить, надо хотя бы понять, что ты сделал сам, что есть у тебя. Мы не скрываем, что у нас нет поля своего. И мы вообще-то, если что, команда, которая играет на область, а не которая заявляет, сейчас во второй лиге, это не у всех стадион есть. То есть, они все под муниципальным там управлением. Поэтому у нас не то, что нет дома, у нас есть дом. У нас много домов. У нас есть Суздаль, у нас есть Владимир. Там, где у нас есть, там есть наш дом. Если бы располагало Боголюбское поле по размеру, мы бы и там играли. То есть, мы, мы планируем процентов на 70-80, мы будем разговаривать, хотим в Суздале это все провести. Суздаль это не такое далекое место от Владимира. Плюс в Суздале у нас реально крепость, там прекрасные виды, красивые. Мы в Суздале ни разу не проиграли. Идеальное поле, которое на самом деле нам больше помогает, чем другим командам. У нас ребята все-таки тренируются на нем. Они технически оснащеннее, если по сравнению с некоторыми командами. Нам легче играть в открытый футбол с теми командами, которые закрываются от нас. Именно на искусственном поле. На натуральном, на том же Лыбиде. К ним вопросов нет, все прекрасно. Но качество газона все-таки в этом году оставляло желать лучшего. И многие ребята об этом говорили. Ну и плюс по логистике, опять же, если подумать. Нам удобнее играть на искусственном, потому что нам будет удобнее тренироваться на искусственном. Потому что на искусственном можно тренироваться вечером. А вечером есть искусственное освещение. Вот и все. Потому что на Лыбиде мы два месяца и уходим, потому что нет освещения. Скорее всего, весь следующий год и так далее, если все будет хорошо, мы, наверное, будем играть теперь всегда на искусственном. Мы бы очень хотели этого, да. Там и у нашей школы, и мальчишки приходят. Это прекрасно, когда мальчишки приходят, смотрят на тренеров, которые их тренируют. И когда тренера еще выигрывают, показывают хорошую игру. Это дополнительная мотивация для мальчишек, что они не зря нас учат. Они так же хорошо играют в футбол, как и объясняют там упражнения. Это прекрасно, поэтому и из Суздали ребята, и в Владимир приезжали, но в Суздали все-таки больше мальчишек тоже ходят. Ну и просто реально до Суздали добраться, ну это несложно. Больше даже сейчас, что из Владимира прямо приезжают и смотрят в Суздали игру. Те, кто за нас болеет, они готовы ездить за нами. Хоть в Кольчугин. Правильно? Ну, а в Кольчугин. Насчет Кольчугина, да. Поехал автобус первый раз, да, в Кольчугино с болельщиками. Будет ли продлен этот опыт? Давай я скажу. Мы в этом году, я давным-давно, если ты знаешь, работал в хоккейном клубе. Я как раз занимался в хоккейном клубе работой с болельщиками. И один из главных факторов, который нам помог организовать активных людей, это то, что мы тогда купили барабан. Вот. Я Ване в этом году говорю, давай купим барабан, потому что, ну, это будет круто, это сработает на самом деле. Он мне не поверил, говорит, ну, нет, не сработает. Я говорю, ну, ладно, окей, покупаю я за свои деньги, а ты там дальше уже смотри. Тот барабан, который у нас есть сейчас, он стоит 15 тысяч рублей. О, давай пожениться, да? Нет, давай пожениться. Но это же я. Я, значит, нашел абсолютно новый барабан на Авито за 7500, и я еще там полторашку построговал. Вот, то есть мы его купили за 6 тысяч рублей. Рынок, факел просто, 90-е. А этот барабан снимался в КВ-не. То есть конкретно наш барабан снимался на Первом канале в КВ-не, он там есть. И с барабаном потихонечку, потихонечку, к концу сезона наши болельщики стали максимально организованы, как бы, и поддержка их в последних матчах прям очень сильно нам помогла. И давал нам дополнительных очков, мне кажется. Если бы наши, не наши болельщики, то вот как с ними можешь стать случайным чемпионом? Это вот те люди, это непростые люди, которые увидели там группу ВКонтакте и пришли, а давай посмотрим. Это те люди, знаешь, что болельщики? Это наши дети, это их родители, это наши родственники и наши друзья. То есть вот, и вот эти вот люди, которые обычно приходят и просто смотрят, они приезжают и поддерживают. Кричат, стучат в барабаны, орут. И когда ты видишь там поддержку своего там любимого человека, родного человека, мальчишки, за них болеют мамы, тети, папы приезжают, это дополнительная мотивация. Я скажу больше, когда к нам приезжал Ник в Покров со своим болельщиком, который был в несколько раз больше, наши болельщики очень хорошие, дали им отпор и там болели на равных. Это было прекрасно слышно, и если бы не они, не было бы, наверное, первого места, это 30, как минимум, 50% их заслуг. Ну и максимально еще приятно, хочу сказать, что когда мы, допустим, типа, собираем автобус, мы собирали, да, бабы болельщиков своих. Все уже, все приехали, и после этого к нам в Кольчугино приезжает почти что весь наш 13-й год рождения. Все на машинах, с родителями, с детьми, там, да, и начинают как бы болеть, ну это просто супер, когда у тебя люди приезжают реально за 100 километров, тебя поддерживают, ну как за это можно не бить, спросить. Вот это и есть семья. Притом там ситуация была такая, что не факт, что стали бы чемпионами, да, победа ведь ничего бы не давала. Я тебе скажу больше, был разговор с командой после того, как мы обыграли, вот у нас была Ворша, Нику Покров, мы обыграли Нику Покров на следующем сборе. Пацаны что-то начинают, а вот автобус, Кольчугино, последняя игра, решающая игра, там тогда от нас все зависело, да, пока, пока мы с Невским не сыграли, я говорю, давайте сначала с Невским сыграем, потом уже будем решать. Играем с Невским ничью, и вроде как бы куда мы на автобус поедем, от нас уже ничего не зависит. Но я там денек что-то прикинул, знаешь, бывает такая вспышка, короче, мысли. Ну вы вместе думали, да. И я говорю, ребят, даже если, пусть это будет бонусом им, они заслужили, они такой сезон вытащили, они заслужили, они этот автобус там, я не знаю, пусть им это будет подарок такой, пусть они съездят с болельщиками вместе на автобусе, игра важная, да, от нас ничего не зависит. Но внутри все-таки я знал, я вам говорил ребятам, я просыпаюсь, не просыпаюсь, а вот ночь перед игрой, как вот перед свадьбой, какой-то трясогуска, только на свадьбе ты знаешь, что тебе да скажут, ну процентов на 85, вот. А тут, ну вообще ничего не решено, хотя я знал, что Ника, в принципе, довольно квалифицированная команда, они могли... По раскладам, по раскладам мы понимали, что Ника скорее всего не проиграет, ну я, ну мы считали, как бы, я считал, я понимал, но в мыслях я был готов к обоим результатам, и я даже себе сказал, если Авангард выиграет Нику на выезде, они достоины чемпионства, вопросов нет, они выиграют, да. Ну, случилось так, как случилось, и это прекрасно, и это хорошо, мы не знали, но все-таки я решил, что да, пацаны, едем на автобусе, будет как будет, вы заслужили, это было больше не празднование уже, да, а подарок команде, о том, что они достойны. И я больше скажу, что автобус стоил он там 12 тысяч рублей, 6 мы отдавали, и 6 пацаны сами скинулись, то есть болельщиками ничего не брали, болельщиками брали дополнительно, и 6 скинулась команда сами. Это еще раз подтверждает, что у нас нет ребят тех, которые равнодушны к команде, и к болельщикам, и вообще к клубу в целом. Хорошо, давай, как у красавы, топ-3 самых интересных историй сезона. Интересных историй сезона, ну вот первую историю мы тебе рассказали, давай, да, про Рябу? Нет, с Покрова, а нам уже рассказали же, история была про Рябу, был Покров, Покров, Третья, 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 Третья. Слушай, не было что-то, не было чего-то такого, который прям вот из ряда вон... Про Паршу тебе расскажем, давай расскажем вообще. Про Паршу? Рассводим. А, ну расскажи, о чем было. Ну когда, когда ты раз на дом пошел? Мод, Третья, Бинго, Топ, Третья, Самая. Гедлайнеры. Ну давай, ты расскажешь, ты как? Перед Киржач ТВ, известный выезд. Давай с первого круга расскажем. Про Киржач ТВ, как они говорили, вот приедете к нам в воскресенье. Киржач ТВ ругался на нас, когда мы играли дома, о том, что почему вы нас заставляете играть по субботам, все же по воскресеньям играют. Мы изначально до этого писали, и некоторые команды так делали. С нами поругался тренер, мы сказали, едь киржач. У нас есть расписание, мы приедем расписание. Мы в субботу будем играть, да. Потом у нас нарисовывается у Данила Николаева свадьба. Он приглашает там 40% команды, 40-50% команды. И она приходится на пятницу. Мы, естественно, после пятницы в субботу 50% команды не особо будут готовы. Мы звоним в киржач, говорим, слушайте, ну вы просили, мы вам сделали. Это как, знаешь, когда тебе говорят, а что ты все вторую лигу снимаешь? Вот, вы просили, мы к вам пришли. Вот, и мы сходили на свадьбу. Идет суббота у Парфа, у Данила Николаева второй день. Я, говорит, потихонечку, там на природе шашлычок. Я, говорит, пить не буду, все будет нормально. И в итоге, короче, мне ночью присылают фотографию, где у него просто глаза нет одного. Просто вместо глаза какое-то темное пятно. Я, говорит, что это? Он такой, все нормально, тренер, завтра буду как огурец. Я, говорю, да. Потом пишет его уже жена. Уже жена. Уже жена. И говорит, он не будет готов. А у меня нет центральных защитников больше. И в итоге, да, он пропустил игру там, потому что глаза не было. Как терминатор в темных очках проходила. Андрюх Фаль на его место занял. Стоп. Ваня Яшугин его место занял. С Фаль вместе они сыграли, потому что у нас в ЦЗ еще не было. Антона Зайцева не было. То есть, но. Вот. И вот такая веселая история, когда он за день, говорит, мы пошли драться дом на дом. Я, говорю, веселые у вас забавы на Нижний Дубровик. Вот. Это топ-3. Хорошо. Я так понимаю, ребята из Вяткина, да, пожелали вам скорейшего возвращения во вторую группу. Будет ли это как-то вот этот вот стимул, да, не свалиться сразу обратно, как-то давить? А как они нас могут стимулировать? Нет, нет, я говорю, в самой, внутри команды. Не будет ли давить вот именно. Никто на них не смотрит просто вот и все. То есть, если как-то, да, это как бы нет, конечно. Тут, знаешь, как сказать-то, нет к ним конкретных претензий. И было какое-то соперничество. Ну, как бы и все. И если какой-то у них есть негатив, то пусть нам скажут об этом. Нам без разницы. Просто как у них выглядело? Это не от ребят, а от жены одного из игроков было, что желаем вам в следующем году вернуться и ждем обратно. У них не было желания выйти в высшую лигу, понимаете, о чем речь? Как бы, ну, что в палате? Нет бы сказать, мы к вам скоро потянемся. Да, выйдем в высшую лигу и там будем бороться. Нет, что-то обратно. Ну, ждите. Ну, ждите, да. Нет, еще раз говорю. Вяткина, Вяткина, как по мне, я сейчас уже там сколько, два сезона, я уже могу по каждой команде сказать. Они сами свои шансы потеряли в первом круге еще. Когда у них очень-очень-очень много очков они потеряли в простых матчах. Поэтому, если бы они эти очки не потеряли, то они бы боролись там за тройку точно. Может быть, за выход боролись, не знаю точно. Но была бы еще одна команда. Вот была пятерка, к примеру, там, Авангард, Нико Покров, Невский, Аполье, который потом тоже в конце очень много игр проиграл, Шор, Мы и Вяткина. Было бы интересно, семь, да? Но они свалились раньше, как бы, по непонятным для меня причинам. То ли народ не набирался, то еще с вратарем у них была проблема, да? Они виноваты сами, наверное. То есть я не думаю, что они хотели выйти. Я знаю конкретно, Ника хотел выйти, да. Мы тоже не хотели выйти. Ну, выйдем, вышли. Ок, вопросов нет. То, что они там что-то желают, да, пускай желают. Что угодно можешь желать. Я могу тоже пожелать что-то. Что хотят. Это мнение людей, окей. Как Стас меня всегда успокаивает, а я бешусь после этого всего. Я сначала бешусь, а он мне потом успокаивает. Говорит, слушай, ну, значит мы делаем все нормально. Как говорил там Фаина Раневская, говорит, тот, кто плюет тебе в спину, видит только твою жопу. Вот. Все. Хорошо. Давайте подытожим сезон. Одним словом, одним предложением. Да это круто было. Прости, пожалуйста. Ну, на самом деле, таких твои эмоции, как этот сезон. Это, когда мы выиграли шор, я пацанам стоял в раздевалке, первую, вот 3-2, когда выиграли. Я говорю, ребят, я чувствую, что у нас весь сезон вот такой будет, ну, вот таких эмоций. Так, в принципе, и прошло. Я не говорю, что я Ванга, но попал так попал. Прекрасный сезон, отличный, который можно долго вспоминать. Будет что вспомнить. Я больше всего, я когда татуировку делал, мне говорят, что будет, команда там развалится, школа развалится или еще что-то. Я скажу, что даже, и это такого не будет раз, а если такое случится, я просто посмотрю назад и скажу, это было круто. Это часть меня, и я готов это носить до конца дней своих. Вот и все. Ну, просто, насколько мы отдаемся всему этому процессу, правильно? То есть, ну, как это было в этом году? Сколько эмоций, сколько эмоций на последних секундах вот этого всего? Как где-то терпели, да, как где-то... Где-то терпели, где-то ругались, где-то срались, прям, откровенно говоря, прям. Где-то что-то там кто-то терпел, не говорил. Было очень много, очень много. И вот это, вот это чемпионство, так сказать, это вот как вишенка на торт, то есть вершина айсберга. На самом деле много-много-много было проблем, много-много дел было сделано для решения этих проблем. И хорошо, что все так сложилось. Хорошо, ребята, с чемпионством и дай вам Бог! Спасибо! 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 Спасибо!